В эфире Вести и продолжаем выпуск. Сегодня стало известно настоящее имя террориста, Джона Британца, который на видеокамеру устраивал расправы над пленниками группировки Исламское государство. Ему 27, житель Лондона. Британская разведка не раскрывала информацию о нем по оперативным соображениям. Но он по-прежнему неуловим для спецслужб и, вероятно, готовит новые расправы. В заложники к боевикам Исламского государства попали более 200 христиан-ассирийцев. О ситуации на захваченных территориях. Анатолий Петров. В этом доме, в районе Квинс-Парк, на западе Лондона, жил джихадист Джон. Его настоящее имя Мухаммед Эмвази. Он уроженец Кувейта, гражданин Великобритании, вырос в благополучной семье, учился на программиста в университете Вестминстера. Соседи джихадиста с трудом верят, что он и есть боевик, убивающий теперь людей в Сирии. Это мой сосед. Я знаю его родителей, знаю всех его братьев и сестер. Для меня это было шоком. И никогда бы не подумала, что у нас здесь могло бы произойти что-то подобное. Экстремист находился под наблюдением британских спецслужб, но это, как видно, не помешало ему улететь из Лондона в Сирию и присоединиться к исламистам. Известно, что в Европе у него остались друзья, такие же радикалы, которые теперь, очевидно, вошли в подпольные ячейки боевиков в Старом Свете. По последним данным, около 600 мусульман из Великобритании уже отправились в лагеря экстремистов. На этой неделе из дома в Сирию бежали три британские школьницы. Накануне очередной вербовочный центр исламистов выявили в Испании. Бороться с сирийскими боевиками, набравшими силу при поддержке Запада, европейским властям теперь приходится на своей территории. В Сирии боевики, между тем, сейчас опустошают деревни ассирийцев-христиан на северо-востоке государства. Похищены более 200 человек. Как исламисты обращаются с пленниками и что творят на захваченных территориях, известно. Вот боевики везут по улицам в клетках курдских ополченцев в иракской провинции Киркук. Это город Масул. Боевики громят кувалдами, бережно хранимые веками статуи Древней Ассирии и Парфианского царства. Этим бесценным памятником истории несколько тысячелетий. Спасти их от экстремистов теперь некому. Варварски уничтожая всё, что не имеет отношения к исламу и убивая всех, кто отказывается жить по законам экстремистов, боевики исламского государства объявили войну всему христианскому миру. В Ливии они устраивают массовую расправу над пленными египтянами коптами. В Ираке ещё совсем недавно проживало полтора миллиона христиан. О том, что стало с ними теперь, когда их города захватили исламисты, ещё год назад говорили в Русской Православной Церкви. До недавнего времени мы говорили, что их осталось не более одной десятой от прежнего количества. Все остальные были либо убиты, либо бежали. А сегодня ситуация ещё хуже. В Моссуле, который был значительной степенью населён христианами до недавнего времени, нескольких недель назад, по сегодняшним данным, не осталось, видимо, уже ни одного христианина. В Сирии до войны жили два миллиона христиан, почти 10% населения. Теперь бесследно исчез целый миллион. Многие погибли, кто-то бежал из зоны конфликта. Разрушены более сотни церквей. Всё это устроили те же самые боевики, которых совсем недавно в борьбе против президента Асада активно поддерживали США и ЕС, называя бойцами за новую демократическую Сирию. Анатолий Петров, Вести.